Сергей, со многими из вас я уже знаком, радостно вновь увидится. У вас замечательная традиция собираться по понедельникам. Это такая зарядка, я считаю, не только на день, а на всю неделю. Ну что ж, поехали. Несколько вопросов, которые мне прислали, я думаю, что мы сейчас на них ответим, а далее мы уже поговорим о тех вещах, которые волнуют всех. Здесь немножко сказано обо мне, останавливаться не буду. Могу сказать, что в этот бизнес мы пришли вместе с супругой. Нам было тогда 18 лет, это было в 98 году. Нас, конечно же, привлекло очень много всего, то, что есть в сетевой индустрии, в частности, в компании Vision, это и возможность зарабатывать, и возможность путешествовать, и возможность независеть, возможность получать новые знания, строить карьеру, в общем, вести совершенно новый стайл, лайфстайл, стиль жизни. И, конечно, мы достигли больших результатов. Это приятно, это ценно, и мы продолжаем идти вперед. Поэтому могу сказать, что это не успех в одиночку, конечно же, это успех команды, это успех, прежде всего, моего самого лучшего партнера не только в бизнесе, но и по жизни моей супруги. В частности, огромное ей спасибо за поддержку, за внимание, за любовь. Ну, от нас анонсировалось, что победители проекта Vision Fit действительно и первого сезона, и второго сезона, и третьего. А именно по бизнес-номинации, моей любимой номинации, потому что приобщать людей к здоровому образу жизни, приобщать людей к новому стилю, к успеху, ну, это здорово, это классно, я думаю, что это надо делать всем, независимо от статуса, от положения сегодняшнего. Итак, по поводу вопросов. Значит, первое, что волнует многих, как привлечь молодежь, то есть на что люди приходят сейчас. Могу сказать, что молодежи интересно, так же, как и 10, 20, 30 лет назад, конечно же, возможность зарабатывать. Зарабатывать, иметь дополнительные заработки, и в идеале используя интернет. То есть, если в вашем предложении есть инструменты по продвижению бизнеса, а у нас таковых в компании Vision достаточно, обязательно об этом нужно говорить, и через это показывать, как молодежь сможет зарабатывать. Конечно же, молодежи интересуют сейчас и новые знания, и самореализация, и тот пункт, что мы занимаемся здоровым образом жизни, продвигаем продукцию для красоты, для поддержания здоровья, тонуса, еще и фитнес-проект. Но сейчас это особенно актуально. Как сказала моя 17-летняя дочь, папа, сейчас все вокруг только о здоровье, о фитнесе, о питании, о тренировках и говорят. Ну что ж, мы с вами находимся в тренде, это прекрасно. Давайте нести эту информацию в массы, у нас есть что предложить. Поэтому на что откликается молодежь, я ответил. Едем дальше. Вопрос такой, что делать, чтобы люди не разочаровались и не ушли. Ну, сетевой маркетинг, такой интересный бизнес, что люди приходят, да, как мы говорим, дистрибьюторы приходят и уходят, а лидеры остаются. Хочется, конечно же, чтобы дистрибьюторов как можно больше оставалось вместе с нами. Считаю, что одним из главных, или одной из главных проблем в том, что новичок, он настолько мотивирован результатами миллионеров, настолько мотивирован в этой нашей индустрии, что он сразу же ставит очень крутые, очень сильные и крупные цели. Это прекрасно. Только нужно понимать, что это долгосрочные цели. А большинство хотят все быстро, да, быстро и сразу. И вот здесь начинаются некоторые проблемы. Поэтому я бы посоветовал и рекомендую своим дистрибьюторам и партнерам делать следующее. Ставить реальные достижимые цели и лучше всего краткосрочные. То есть есть цель на неделю, цель на день и ежедневно, конечно, их выполнять, а выполняя фиксировать, то есть замечать и фиксировать. Не зря мы часто просим и говорим о том, что ребята, запишите тетрадь своих побед для того, чтобы самооценка была всегда в порядке. Потому что как привлекать других людей, если у самого человек не в веке силах, много раз падал. Мы все падали и продолжаем ошибаться, продолжаем делать, может быть, не совсем верные дела, поступки, иметь не те результаты, о которых ожидаем, но мы исправляемся, мы двигаемся, мы фиксируем результаты, фиксируем победы и идем вперед. Я сам уже достаточно давно взял на вооружение вот такую технику, делю месяц на 4 отрезка, каждый отрезок, соответственно, неделя. И получается, что когда ты знаешь, что тебе за месяц нужно сделать что-то большое, ты его делишь на кусочки и у тебя в 1 месяц аж 4 месяца. И в результате ты успеваешь сделать в 4 раза больше, чем многие другие. Потому что у большинства людей тенденция, если цель на месяц, они оставляют выполнение этой задачи на конец месяца. Если нужно сделать закупку, выполнить квалификацию, то первое днём большинства людей раскачка идет и вот после 25-го началось какое-то судорожное звонки, встречи и в общем это ни к чему хорошему не приводит, переутомление, нервный срыв, потом они полмесяца выходят из него и из месяца в месяц одно и то же. Поэтому 4 отрезка по неделе поставили цели, фиксируйте ежедневные результаты, записывайте маленькие свои победы, неделя закончилась, в воскресенье подвели итог, двигаемся дальше. По поводу ещё хотел сказать не только финансовых результатов. У нас есть три я их называю якоря, те пункты, которые очень хорошо скажем, людей у бизнеса. Первый это конечно же финансовые результаты. Финансовые результаты. Их нужно замечать. Это не только тысячи и тысячи евро. Это может быть человек нашёл единственного одного клиента. У него случилась первая продажа может быть одной упаковки Daylonger. Он заработал 200 рублей. Или упаковка продукта. Он заработал 500 рублей. Нужно похвалить, нужно заметить, нужно зафиксировать. Потому что раз получилось один раз, получится и сто и тысячу раз. Нужно это понимать. Удалось зарегистрировать одного партнёра в сессии, может быть даже без закупки. Продолжать и продолжать это повторять. Второе, помимо денежного результата, это здоровье. Благо, что у нас великолепный продукт, который даёт результаты достаточно быстро. И есть люди, которые не получили каких-то крутых результатов по бизнесу, но у них есть очень правильное и такое благодарное отношение к продукции. Замечательно. то есть это то, что позволяет людям оставаться в нашем деле, в нашей компании. И здесь рекомендация очень простая. Расширяйте ассортимент продуктов для себя, для своей семьи, для своих клиентов. И чтобы они максимально получали результаты по всем областям. То есть если употребляют добавки, замечательно, начинают пользоваться косметикой, носят браслеты. И когда весь организм, точнее со всех сторон мы воздействуем благоприятно на наш организм, результатов гораздо больше. Это и внешний вид, это и энергия, и тонус, и стройная талия, стройное тело подтянутое. Ну и третье, на мой взгляд, важнейшая составляющая это атмосфера. Потому что, ну представьте, новичок приходит к вам в зал, в офис, на вашу встречу, он как вы настроены, как у вас вообще атмосфера. Он это читает очень быстро. Сложно ему сказать, сколько вы зарабатываете, хотя некоторые атрибуты этого есть, но он смотрит именно атмосферу. И бывает так часто, что человек еще не начал зарабатывать деньги, у него еще не появился результат по здоровью, но его очень вдохновляет атмосфера, которая есть в команде. И он остается. он остается, он продолжает, он предпринимает действия, и у него начинаются и финансовые результаты, и результаты по здоровью. Вот скажите, друзья, теперь хочу обратную связь, вот как вы считаете, что является первостепенным, на ваш взгляд, или может быть все три, или в порядке очереди, определите, пожалуйста, финансовый результат, что важнейшим является для новичка с точки зрения. Атмосфера, результат по здоровью. Жду вас. Напишите в чате, как вы считаете. Друзья, поактивнее, да. Атмосфера, деньги, окружение. Все три. Отлично. А кто для себя что-то новое взял здесь? Можете плюсик поставить. Кто не слышал об этом ни разу и сейчас уже понимает, что нужно что-то новое менять, внедрять, все вместе. Ладно, хорошо, молодцы. Ну, отлично. Видите, время идет, у нас осталось не так много времени, а хочется сказать еще много. Следующий вопрос, который мне адресовали относительно... Да, отношения определяют, конечно. относительно моей физической акции, да, вот мы тут много где... Ага, кстати, кто не видел меня еще там ВКонтакте, в... Я даже в Одноклассниках есть, как одна девушка шутит, этот молодой человек еще имеет аккаунт в Одноклассниках. Я вам скажу, он еще и неплохо работает. В Фейсбуке, да, вот вчера разместил, один мой хороший друг, тоже спортсмен, он пишет мне недавно, Сергей, я не удержался и сделал вот такое сравнение. Ну, мне кажется, есть, да, есть что-то в этом. Да, вот это сейчас немножко о себе. Это у нас была такая небольшая фотосессия на Карибском море, Vision Voyage компании 2012 год, Мексика, вот мы с супругой, ну, а я, собственно, представляю мужской комплекс. Мужской комплекс это вещь, всем мужчинам рекомендую. Вот, ну, а это часть, часть моей жизни, это и мое, это и мой образ жизни, вот, нравятся мне вот такие силовые вещи, это участие в силовом экстриме, был чемпионат города, где я стал двукратным чемпионом города в абсолютной категории. Значит, по поводу спорта и по поводу фитнеса и как быть подтянутым, спортивным, ну, конечно же, как и в бизнесе, это система, ребята, это система, этому колесику, кстати, 280 килограммов, ну, такое обычное колесо, мы тягаем и больше, 320, до 450, нужно кантовать, так называемые, покрышки, ну, нравится, понимаете, у кого какой, кто-то крючком вышивает, кто на танцы ходит, а я вот этим балуюсь. Так вот, система дисциплины, конечно же, тренировки регулярные, ну, 3-4 раза в неделю стараюсь ходить, и знаете, вот, многие говорят, ну, у меня нет времени на спорт, вот сейчас мы приглашаем людей в 4 сезон проекта VisionFit, и часто слышишь, что, ой, нет времени, там, много детей, много работы, с утра до ночи, и так далее. Я вам скажу мою историю. Спортом я стал активно заниматься где-то с 14 лет, а к 18 годам я имел уже достаточно хорошую фигуру, форму, выступал на различных соревнованиях по тяжелоатлетике, жимштанги, пауэрлифтинг, гиревой спорт, и потом познакомился с компанией Vision. Примерно полгода совмещал, и мне такая мысль пришла в голову, что, ну, наверное, спорту надо уделять меньше времени, потому что нужно уделять больше времени бизнесу. И на несколько лет я был погружен в бизнес-процесс на 100%, но могу сказать, что каких-то особых, выдающихся результатов в бизнесе на тот момент я не достиг. А вот по спорту я очень сильно съехал. Я похудел порядка на 14-15 килограммов, потерял полностью форму. Это стало сказываться вообще на всем, потому что, когда человек не занимается спортом, это одно. И если этот же самый человек начинает заниматься спортом, это совершенно другой человек. Так вот, спустя несколько лет после очередного путешествия, я понял, что в конце концов надо брать себя в руки, возвращаться в эту форму и стал усиленно тренироваться. И буквально уже через полтора года я вошел в эту форму, потом через пять лет превзошел эту форму, естественно, потому что есть мышечная память. И могу сказать, что результаты по бизнесу резко пошли в гору. Сразу же. До этого мы ни разу не участвовали в Vision Voyage, кто понимает, о чем я говорю. В течение девяти лет у нас не получалось с момента старта. И вот с 2007-2008 года мы в течение следующих десяти лет постоянно участники Vision Voyage. И я это время постоянно тренируюсь. И я это время постоянно выступаю на соревнованиях. в год у меня бывает порядка 8-10 стартов по разным дисциплинам. Поэтому всегда в форме. И время найти можно, и время найти нужно, особенно для мужчин. Прежде всего. Потому что мы с вами мужчины, мы добытчики, мы должны быть всегда в хорошем мышечном тонусе. Это раз. Во-вторых, это выработка тестостерона. Это влияет на все сферы нашей жизни и на бизнес в том числе. Это два. Но и в-третьих, для своих любимых дам, для своей семьи, я думаю, что нужно быть примером всегда и во всем. Надеюсь, ответил на вопрос Дениса, который задавал мне его. Несколько дней назад, после очередных соревнований, выращивших для меня, сделал такой пост. Вы можете прочитать. Это некий такой кредо жизни, когда ты делаешь то, что ты заявляешь, ты делаешь даже больше. Больше, чем от тебя ждут, больше, чем сказал. Предпринимать и предпринимать. Потому что пока мы дышим, пока мы живы, необходимо двигаться, необходимо достигать результатов. Это и есть жизнь. Это и есть успех. Это и есть процесс. Замечательный, один еще из моих величайших мотивов. Мой сын, вот здесь как раз, это был фитнес-тур в Израиле, ему здесь чуть больше года, он уже сделает планку, сейчас он делает много каких прекрасных упражнений, видит меня, ходит со мной в зал, пока в качестве наблюдателя, но уже там гантельки небольшие, но сенчики приседает, занимается, в общем, без фанатизма, конечно, мы стараемся развивать его во всех отношениях, и умственно, в том числе, интеллектуально. Да, у меня есть две прекрасные дочери, которые, конечно же, являются результатом и этого продукта, и этого бизнеса, в частности, потому что, когда мы начинали этот бизнес, у нас еще не было детей, через два года появилась первая дочка Ева, и еще через три года появилась уже вторая дочка Софья, и через 12 лет долгожданный сын. Поэтому все они взрослые на продукции Вижн, и мы до зачатия, и во время длинности принимаем, в общем, принимаем продукт всегда в полном объеме, понимаем, что витамины и микроэлементы микроэлементы, в частности, что касаемо продукции Вижн, это лучшая продукция, и эти препараты нужны всегда, друзья, всегда, с нашей ухудшающейся экологией тем более. Одна из еще моментов нашей жизни, конечно же, мы не думали, что будем когда-то такими публичными, выступаем, у меня практически тоже еженедельно бывают интервью, и по питанию даем в разные группы ВКонтакте, в городе, вот завтра приглашают на выступление по питанию в администрацию города, пообщаемся, расскажем наш опыт, конечно же. И вот здесь выступление, мы ведущие, большой, это была греческая свадьба, а вот здесь это Welcome Party, такое открытие в Греции, 2013 год. все, что компания Vision делает, это всегда очень красиво, очень стильно, очень ярко, очень дорого, и большая честь, конечно же, для нас была и есть выступать в компании, а всем тем, кто еще ни разу не был в Vision Voyage, или в больших путешествиях с компанией, или же на семинарах, конечно же, приобщайтесь, приходите, приглашаем, здесь вы почувствуете другое отношение, другую обстановку, другую атмосферу, и у вас появятся другие новые результаты, результаты по бизнесу, результаты в жизни, саморазвитие, результаты по здоровью, конечно же. Для нас Vision это не просто средство заработка, для нас Vision это жизнь, здесь у нас громадное количество друзей, все то, что у нас в жизни есть, это благодаря нашему сотрудничеству с компанией, поэтому наше отношение к компании особое. Ну что, друзья, наше время подходит к концу, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня присутствовал здесь, в этой комнате, и, конечно же, хочу поблагодарить особо Елену Пестову, такую неутомимую заводную даму, которая просто заводит всех и вся, и регионы, и страны подключает. Спасибо, Лена, что пригласила поучаствовать, я надеюсь, все было полезно, успехов, и до встречи на ближайших событиях компании. Пока-пока. Ты замечательный лидер, ты замечательный отец, и сегодняшняя встреча, я уверена, она даст очередной толчок всем присутствующим здесь к новым действиям, к новым решениям, и к новым достижениям. Я благодарю тебя за то, что ты согласился сегодня поработать с нами в нашей комнате, а вам, дорогие друзья, всего самого доброго, легкого понедельника, удачной недели, и до встречи в следующий понедельник. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok